В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Очередной прием жителей муниципалитета провел депутат Государственной Думы Вячеслав Петисов. Это переживание за людей, это желание уникнуть в проблемы. Заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин посетил предприятие РИФ. В Ленинском городском округе отметили День пожилого человека. Очень хорошо, красиво и все так это вот торжественно. Раз в месяц депутат Государственной Думы Вячеслав Петисов ведет прием в Ленинском городском округе. Времени на это отводится немного, всего час, но вопросы, которые поднимают жители, серьезные. И помочь людям в их решении для Вячеслава Александровича принципиальная задача. На этот раз вместе с ним вел прием первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. Председатель Ленинского общества слепых Евгения Зорина, спикер Госдумы Вячеслав Петисов знает хорошо. Тот не в первый раз приходит на прием, просит не за себя, за своих подопечных. Люди уже пожилые. Вот они обращаются к нам, ну хотя бы тросточка, ну хотя бы вот луку получить, чтобы, как говорится, чтобы какой-то типа прибор у них был. Обращаться с подобными вопросами, считает Петисов, последнее дело. Они должны, уверен депутат, решаться на местах. А муниципальные чиновники обязаны сами приходить в общество инвалидов и узнавать, не нуждаются ли его члены в помощи властей. Еще большим недоразумением Вячеслав Александрович считает тот факт, что слепые люди обязаны ежегодно подтверждать на медицинских комиссиях свою инвалидность. Этим уже, говорит он, должны заняться законодатели. Я думаю, что, наверное, с этим тоже надо заканчивать уже, как можно быстрее. Вот нельзя унижать людей, которые имеют достаточно проблем в обществе именно такими нормативами. Конзей Софиулович Ильясов приехал на прием вместе с супругой из поселка Володарского. Ехал больше часа на общественном транспорте, хотя расстояние между населенным пунктом и видным 22 километра. Вот так и приходится жителям Володарки добираться в больницу, потому как в поселке своей больницы нет. Самому пенсионеру уже 80, он ведет здоровый образ жизни, но в предоставлении качественных медицинских услуг нуждаются все жители поселка, в котором он живет. А речь о строительстве больницы шла еще пять лет назад. Да ввоз, как сказал Конзей Ильясов, и ныне там. Я писал не один десяток писем во всей инстанции, начиная от администрации, заканчивая... Президенту писали? Коллективное письмо было и в адрес Медведева, Воробьева и Скворцова по этим самым. У меня сложилось мнение такое, что первые лица фактически не получают этих письм. Разъяснение по вопросу дал первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. Какие есть на сегодняшний день варианты? В целом, амбулатория, они существуют, но если говорить о перспективе, из того, что есть, вариант подобрать застройщика, мы сейчас этот вариант прорабатываем на те земли, по которым расторг договор аренды. И другой вариант, я думаю, что если от вашего имени сделать такое обращение, о включении в госпрограмму за счет уже бюджетного финансирования и рассмотреть такую возможность по строительству поликлиники на территории нашего поселения Володарска. Пенсионер остался доволен встречей и тем, какое внимание было уделено вопросу, с которым он пришел. На прощание Вячеслав Фетисов пожал ему руку и пообещал держать на контроле решение проблемы. А ровно через месяц Вячеслав Фетисов вновь откроет свою приемную для встречи с посетителями. Будут новые проблемы и, конечно, каждый депутат постарается решить. В юбилейный для Ленинского района год продолжаются визиты руководства муниципалитета на различные предприятия. Крупные и средние, насчитывающие десятки лет и открывшиеся недавно, все они крайне важны для развития нашего края. Об одном из них расскажет Екатерина Коваленко. Уже более четверти века в Ленинском районе располагается рыбное предприятие «Риф». За это время из небольшой фирмы оно выросло в крепкого представителя среднего бизнеса. Обороты компании растут, постоянно увеличивается количество продукции и совершенствуется ассортимент. Раскрывая секрет успеха, капитан этого бизнеса Сергей Кротков называет главные качества в отношении к работе. Честность, трудолюбие, уважение к покупателю. Риф – это абсолютно сбалансированная система, в которой все сбалансированы и все находятся в определенном, ну скажем так, правильном равновесии. Да, вот это наша идеология, это наша, скажем так, идея, чтобы делать хорошее производство, делать хорошую продукцию. Познакомиться с коллективом «Рифа» приехал заместитель главы администрации Ленинского района Альберт Гравин. В своем приветственном слове он подчеркнул, что власти всегда открыты бизнесу. Мы вами дорожим. Предприятие достаточно большое по нашим меркам в рамках сельского хозяйства, переработки. Трудится 96 человек, около 100 человек персонала. Какой процент жителей Ленинского муниципального района? Ну, процент 60. 60 процентов. Традиционной частью таких визитов является чествование лучших работников и вручение им юбилейных медалей. Инна Леонидовна, поздравляю вас. Вот вам медаль. Покетите. Продолжился визит экскурсии по святая святых компании, производственным цехам. И посмотреть есть на что. На просторных площадях «Рифа» размещается самое современное оборудование. Но каким бы совершенным оно ни было, в рыбном деле никуда без тепла человеческих рук. И 100 грамм не надо было. То есть вот в каждой упаковочке 100 грамм, да? Ну, плюс-минус, как вы сказали. Да, 2 грамм, да. Собираете, да, кусочки? Ну, вот, нарезали нам, ну и выкладывали. Рыбу сюда привозят из разных уголков России. География обширная. Дальний Восток, Север, Юг, Черное, Каспийское море. Кроме того, у компании есть свои хозяйства на Валдае и в Карелии. Неизменно одно – высокое качество сырья. Только так можно получить вкусный продукт. Творчески подходит и к рецептуре. Главный технолог Иван Кротков внимательно следит за предпочтениями потребителей. Мы, например, постоянно любим переделывать линейку пресервов. Это всевозможные селедки с майонезных заливков, горчичных. У нас есть, например, селедка под шубой мы делаем в банке. Запах стоит всегда новогодний, прекрасный. Прямо в цеху, когда мы ее делаем. То есть это простой вариант. Ты ее открываешь, как бы добавляешь пару ингредиентов, если хочешь, и ешь. А настоящих гурманов скоро порадуют суши от компании «Риф». Причем уже в этом году. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Мидное ТВ. Самое главное торжество для всех представителей старшего поколения – это День пожилого человека. В честь самых мудрых, достигших золотых лет, жители Ленинского городского округа организовали множество мероприятий. В том числе праздничный концерт и творческие мастер-классы в районном Центре культуры и досуга. Анастасия Воронина продолжит тему. Пожилой не значит старый. Не случайно самые активные жители Ленинского района – это именно те люди, которые достигли золотого возраста. В рамках программы «Долголетие» в Подмосковье они посещают творческие кружки, занимаются спортом, рисованием, музыкой, танцами и принимают участие в интересных мастер-классах. В честь праздника, который состоялся в районном Доме культуры, для виновников торжества провели урок по флористике. А Центральная библиотека подготовила небольшой фото-вернисаж в занятии клуба «Группа здоровья». День пожилого человека – это прекрасный повод подарить особое внимание бабушкам и дедушкам, благодарить их за бесценный опыт и поздравить трогательными стихотворениями, веселыми песнями и танцами. «Иногда человек себя чувствует одиноким. Вот как раз, чтобы не было этого, мы должны каждый раз, проводя такие мероприятия, подчеркивать, показывать, что помним, ценим, любим, уважаем, гордимся. Это наша история, наша любовь». После творческой программы состоялся праздничный концерт. «Со сорок восемь принцев ехала к дворцу, Со сорок восемь принцев мне цветы несут, Со сорок восемь принцев, ах, какое счастье! Здравствуйте, принцы!» В адрес виновников торжества прозвучало много теплых слов и поздравлений. «Я от всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Я хочу поблагодарить еще раз за вашу активную жизненную позицию. От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким, и хорошего, замечательного, такого активного долголетия. Будем стараться, в общем, соответствовать вашим высоким жизненным стандартам. Поэтому живите долгом, берегите себя». В этот день было много вокальных, танцевальных, театральных и поэтических номеров. Но главными артистами праздника были сами виновники торжества. А приятным сюрпризом для них стало музыкальное поздравление от группы «Доктор Ватсон». «Зачем, зачем ты снова встречался? Зачем нарушил мой покой?» «Очень хорошо, красиво. И все так это вот торжественно, прям, я не знаю, особенно для нас, для пожилых людей. Вот. Мы очень рады, что нас так здесь встретили, что нам хлопали так. Впечатление очень такое насыщенное, хорошее, все понравилось. Все хорошо. Для нас это возрастом очень шикарно, все показали. Спасибо им». А в завершении праздничного мероприятия всем представителям старшего поколения вручили памятные и сладкие подарки. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Поздравили старшее поколение и в Центре социального обслуживания «Вера». Впрочем, для многих получателей услуг Центра каждое его посещение – это праздник. Чем сотрудники «Веры» порадовали и удивили своих подопечных на этот раз, узнала наша съемочная группа. 1 октября во всем мире празднует День пожилых людей. Одними из первых, самых опытных, мудрых и зрелых жителей муниципалитета поздравили в Центре социального обслуживания «Вера». Для них приготовили праздничный концерт. Подопечные Центра социального обслуживания «Вера» – люди активные, общительные и любознательные. Каждое мероприятие, учреждение у них вызывает живой интерес и поддержку. А праздник, посвященный им самим и подавно. Поэтому гости начали собираться еще задолго до начала праздничного концерта. В свое время они дарили свою любовь и заботу. Сейчас наша очередь. И мы хотим сделать, конечно, максимально приятное времяпрепровождение в нашем учреждении. И в обычные дни, и сегодня, конечно, во время праздника. Сегодня у нас запланировано выступление и детских, и взрослых коллективов. У нас будут и песни, и танцы. Мы надеемся, что концерт понравится. В этот день многим хотелось поблагодарить старшее поколение за их труд на благо родного края. И пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. Не обошлось и без приятных сюрпризов. От нашей торговой промышленной палаты в этот замечательный день мы хотели бы вручить вам подарок. Теплые слова поздравления сменяли песни и танцы, от которых пенсионерам самим хотелось пуститься в пляс. Валентина Захарова всю жизнь проработала няней в детском саду. Даже в этом сравнительно небольшом зале есть люди, которых она воспитала. Сейчас ей 93 года, но несмотря на столь солидный возраст, Валентина Захаровна старается не пропускать ни одного праздника в Центре Веры. Сейчас все сделали для нас, пожилых людей, чтобы мы немножко расслабились, чтобы мы еще нужны кому-то. Впрочем, для многих подопечных Центра он давно стал вторым домом. Даже лучше, чем второй. Потому я дома один раз нахожу, а тут всегда коллектив. Я утром с удовольствием встаю, иду. Но не все получатели услуг Центра на праздники были только лишь зрителями. Мы сегодня танцуем. Танцуем очень веселый, задорный танец, который называется кадриль. Праздничный концерт действительно получился родноплановый и очень душевный. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.